Здравствуйте, Щелковская стоматологическая поликлиника. Терпеть зубную боль сложно, да и не нужно, говорят медики. Персонал Щелковской стоматологической поликлиники почти два месяца работает в период самоизоляции. На входе встречает администратор с флаконом, обеззараживающей жидкости для рук и инфракрасным термометром. Прежде всего проводится обработка рук и термометрия каждого пациента. В стадии обострения возможен подъем температуры, поэтому здесь важно дифференцировать, какой это подъем температуры. На пациента с высокой температурой персонал собирает анамнез и контактные данные. Его лечение проходит отдельно от общей массы посетителей. Поток идет как-то постепенно, нет большого наплыва, поэтому мы успеваем все. Вот пришел человек, обработали, он пошел. Попасть на прием можно по живой очереди. Запись через интернет и по телефону временно прекращена. Оба отделения стоматологической поликлиники на центральной фронте принимают пациентов с острой болью. На обеих территориях работают рентген-кабинеты. Без детальных снимков сегодня не обходится ни одно лечение и удаление зуба. Мы сейчас работаем по приему по острой боли. То есть народу в принципе стало поменьше. Сейчас в основном острая боль идет. Но по типу настороженности, наверное, чисто человеческая, она усилилась. В основном это обострение хронических периодонтитов, переоститы. Почти два месяца поликлиника оказывает только экстренную и неотложную медицинскую помощь. Но на графике работы это никак не отразилось. Шесть дней в неделю с восьми утра до восьми вечера, включая дежурство по субботам, врачи ведут прием, чтобы помощь была оказана любому обратившемуся. Если вам все-таки понадобились услуги врача-стоматолога или хирурга, вы, конечно же, можете ими воспользоваться. Но при этом соблюдайте масочный режим, носите с собой перчатки. И будьте здоровы, медики в любом случае окажут вам помощь. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.